Сразу жертву принесли другому Вернули хвостом и все Антонина, проходи подальше, дети ждут, когда пройдешь Царю Небесный, утешителю души истинный И живи здесь и все исполняй Сокровище благих и жизнеподателю Приди и селися вны и очистены от всяких скверных И спаси влажен души наши Отец Наш Небесный, молим Тебе, именем Господа нашего Иисуса Христа, пребудь с нами Господи, не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо, но следовать строго по окравленным Твоим стопам Господи, научи нас слышать слова Твои И слова, которые Ты говоришь нам Да любите друг друга Чтобы мы с радостью приносили жертву общения друг с другом Тебе слава ссалаем Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне, притесного веки, веков, аминь Воскресенье Сейчас еду по болящим Анна, Валентина, Мария Твою Следующее воскресенье у нас в Потерявке будет Хрещение Там где-то по другим местам Через Новоскресенье Наверное, сейчас его общение Люди приедут с разных мест Поэтому Следующий приезд будет через воскресенье Будет 8-го, 15-го числа 14-15-го будут здесь У меня какие вопросы? Пока не знаю Три или четыре человека Пока так известно А дорога есть? Дорога, да, русская дорога у нас Всегда У нас она никогда не пройдет Она и зимой, и летом у нас всегда дорога есть Всегда Но Другая Ты не так спрашивай Можно нет? Дорога она есть Какая дорога? Лучше всего можно спросить Вон брата Севастьяна Он иногда так изредка Но бывает по этой дороге Я по этой дороге не езжу И в этом году ни разу Потому что те годы, когда было хорошо То я там на автобусе Там на трассе встречаю А нет, там мне лучше так Я лучше на автобусе приеду На поезде, то есть я Вот Поэтому так что Дорога когда? Вчера дождь прошел Каждый день считай дождь Днем еще вроде свет Вечер начинается Но ночью обязательно полет Вы видите, когда вчера Какой у нас прошел здесь На асфальте Лужи стояли Дорогу перейти не могли Вот так вот Колено было Ну вот видите как Даже дорогу перейти не могли В городе А если такая прошла у нас Это сейчас на неделю Пока будет она У вас там и не было какого Видите, все машины не ходили А там ходят большие машины КамАЗы там ходят Такие колеи Понаделывают Ну наши братья Выезжают Нас дорога никакая не держит Где-то находят Какие-то там Закоулочки Вот там Как говорится Крючочки Где-то Какие Ну лишние там будет 10-20 километров Это не важно 30 даже 40 Но главное объехать Все равно выйдут Поэтому Нас Ничего это не удержит Это может удержать тех Кто там Японцы Американцы Может быть А русских Ничего это не удержит Дорога Так что Мы на это не жалуемся Президент то не ответил на нашу Просьбу Конечно Не дошло до него Ну было сколько там Миллион Семьсот что ли Заявлений Прошение Ответил то он всего там Сколько там На 60 наверное На 70 73 73 ответил Ну это ясно Что невозможно Они там уже как-то Собирали там Похожими Друг на друга Наверно там Группировали Ну и конечно Вот показывает Женщина Которая была в Сирии Она украинка В Сирии Вышла замуж за сирийцей Там была Была переводчица Я ее там ранила Она Граната там взорвалась Она закрыла детей с собой У нее там ноги Повредила там руку Ей что-то сделали Я не знаю Там что-то десятки Чуть-чуть не до сотни операций Делали Она два года В Петербурге Ее вывезли Там на военном самолете Вывезли Сюда и вот сейчас Она обратилась Получить гражданство И буквально она сразу Президент Подписала И она уже получила гражданство К ней там Вчера или позавчера Приехал муж С тремя детьми Трое детей у нее Вот Одному сыну 15 лет Там наверное 12 И девочка лет наверное 6 Такая Сына Абдула А? Сына Абдула Ну По ихнему там Как она называется Ну вот Получила она гражданство Российская получила гражданство По Уже Сразу гражданство Да Да Так я Хотел бы вам знаете что Дорогие мои родные Предложите Мы их делаем земные поклоны И все кланяются конечно Руками потом Руки отрихают там это что то Но это Давно это В русской церкви Это было сначала основание русской церкви Так называемые подрущники 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 То есть под руки ложить Обыкновенная Квадратик небольшой Там щиты Там Разно делают там С подкладкой Делают просто Две Этих И Каждый имелин прессовой Поклонился Чтобы руками не на пол Вот Потому что мы ходим Мы же не разуваемся Вот А Приходим все равно С улицы что то несут Потом на руки все это И потом об одежде И это даже Ну Нехорошо Вот Поэтому есть Я даже в православных храмах Видел в Москве Есть православный храм Где стоят Все держат В руках эти подручники Земной поклон поклониться Особенно великим постом Все раз Положили его Обратно в руку И стоят опять поклонились Опять Чтобы руками не собирать Грязь Эту с пола А ведь ходим-то мы везде И постовы там И плевки там И сморщики И все что угодно На ногах И все несем И потом это на руки И все это на себя Поэтому я Всем вас Прошу приготовьте Сделать Расстраты здесь никакой Найдите какой-то там Старый Может флоток там Что сарда Это не можно Новый там Полметра надо Всего материала Да Шейте это все Если не знаете как То Можно сходить Посмотреть Как они Какие у них Вот Потерявки Все здесь Потерявки есть Ну что квадрат что ли Не сошли Здесь Потерявки есть На сне лежат там Это не берут Вот Вот Я вас прошу Это сделайте Ну я сегодня смотрю Ну прям Вот Потом стоит Руки Вытирает Об себя там Оплать Ну Нехорошо это Совсем Да они же у нас были А потом Забросили Не надо Забрасывать Не надо Забрасывать Вот Хотя где-то и предают Этому такие Что Святость Святость Уже в этом вроде святости Здесь нет никакой святости Ну Вещь которая употребляется В святом деле То к ней должно быть Другое отношение Мне рассказывал Отец мой Когда он был еще Мальчишкой С бабушкой ходили Они В Корчино За 12-13 километров В Корчино был храм А потеряных и не было И мы Идем Когда То Эти километры идем босиком А сапожки там Или какие сандалии Через плечо На плече Это для церкви только Доходим Тогда до церкви Ну Ноги там Вытерли от пыли Тряпочкой Надел он свои Сапожки Зашли фрам Помолились Отмолились Опять вышли Разулись сапожки через плечо И босиком домой пошли Это Одежда для церкви И я жил на квартире Когда здесь В училище Учился Работал Домик был частный На пересечении Красномейский И молодежный Это все были частные дома Весь этот уголок Туда же До социалистического И она всегда Пелагея Петровна Всегда в храм В воскресенье В субботу она в храм И у нее Отдельно Для храма юбка Там это что там Кофта Пилоток Это все у нее храмовое Она придет после храма Свернет его И Отдельно по лошади Я говорю А это у меня церковная Церковная Церковь пошла Там же надо И по нефитку Заказать За родителей Помолиться Свечечку поставить А у нее кошелек Здесь висел Так как на бедре Кошелек такой был Козаный Всегда у него здесь Он так Покрестит Кошелек И 3 рубля ей дает Хватит Ой Ваня Хватит Хватит И побежала она В другой раз смотрю А у них там 2 комнатки было В этой комнате Мы с братишкой были А они Во второй комнате Церковная Нет Младший меня обрадовал Иосиф И она собирается Уже оделась Все подходит Ваня я в церковь А он Сети плетет Там или что Рыбак был И он так это Что то ты Вроде только Недавно была На неделе какой нибудь праздник Она смотрю Развернулась И раз приходит И раздевает Я говорю Чуть поля А что вы это Ваня недоволен Ваня недоволен И все Она разоблачилась И пошла Там что в огород Все Уже она не пойдет Раз Ваня недоволен Вот так вот Мы своих Ваней только так пинаем Да Вот старая была А он всегда курил Махорку все закурит Все Махорку курил Он курит здесь И сети видит Вяжет там А она только в церковь И все Он тоже добрый был Такого не было Как то так Но они Нас держали Брали нас в плату За месяц 6 рублей 6 рублей Представьте Что это такое Ну С 60-го года Было 60 рублей А потом когда Реформа произошла В 10 раз меньше И стали по 6 рублей Стали брать За квартиру Это чисто символически На 6 рублей Ну вот так вот 30 было хлеба Ну да Можно было 30 купить По 14 копеек Если Было По 20 По 24 Так Потеряю их И что там Они занимаются Там у них что-то Веранда На скворечнике На резиденции Их там Покосилась Они там столбы Поднимают Там кратами Там что-то Фундамент подводят Что ли там Вот Наклонилась Она как бы отрывается Там столбы поднили Видать А они там нагрузили много Книги там лежат Это там же Может у них там В околотонные весы Наверное Они видать Продавило Вот они там этим занимаются С этими Закончили С плотинами Там все они подделали Везде Вот Ну там они На огородах Сейчас спорят Что Прополка Занимаются Помощники Там Несторы И Фрося И Полина Там Трое Ну и там В гости приехала Марина Это Женщина с Полиной Ну она готовит Ну да Она там Видать Володя там Помогает Помогает Шеф-повар Шеф-повар Володя там Он дает наверное указания Какие Ну вот так Пока так еще В общем Судом больше Ничего Сюда Сюда Пришло Ответ Игнатий Мы читали Но мы ничего разобраться не могли Там на двух листах Они все везде Такой-то Статья такая-то Такой-то Поняли Поняли Игнатий 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 Какой ответ Я не знаю То тогда Это заявление Ну как оно будет Ну Нужно Нужно юридически Правильно составить Для этого Вот есть У нас Ну мы попросили одного Юриста Посмотрел Там Игнатий Послал Такой Бумаги Передал ему Он посмотрел Что там можно Или нет Ну вот так Пока все так Пока тихо Мирно Ничего нет Дожди идут Синокос начать не можем День до дня Травища уже выросла В метр высотой А теперь Мокрая И ветер Она Прибивает Ее ложится Она вся трава Где хорошие Синокосы были Там ложится Ну вот так Все Ко мне какие вопросы Еще быстрее Задавайте Говорите Ну Ничего Вопросы Только такие Вот Сколько у нас людей Последнее время Не крестилось Все куда-то уходят Рассасываются Батюшка Перед тем как Ну это нет Вы здесь Благовестники Благовестники Батюшка Перед тем как крестить Тех людей Которые приехали Через интернет Ну поговорите с ними Посерьезнее Чтобы здесь оставались Да это было бы неплохо Оставаться Узнать их А потом конечно Может быть А то тут Которые рядом И ходили Тех нету Вот где вот Володя этот Ходил И исчез Ну на работе Он работает Понятно Будет крещение Будет крещение Скоро будет крещение Я вам обещаю Может через месяц Или через полтора Будет крещение У нас В общем не здесь Будет крещение Да 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 Ну И это тоже самое Дай Бог Чтобы они тут вообще не были В другом Ну ладно Все Благодарю Батюшка Сейчас я вам маленькое объявление Да Значит Игнать Тихонович Просил Я уезжаю В Потеряевку Оставляю камеру Нужен человек Который бы Снимал Собрания И занятия Помолитесь Об этом деле И Бог Узрит себя Другой момент Там вот На столе Вот этот вот Туисок И Записка на нем Валентине Сартисона Пупкова Сергея Она приедет Через две недели Будет здесь на богослужении И Вот это вот Нужно ей передать Людмила Степана Возьмите сразу на себя А то нужно И так все забудут Ну и все Молитесь за путешествующих То есть муж в субботу И Галина с семьей Я едем в Потеряевку Спасибо А что Сергей поет с вас? Да Сергей Так Ну ладно Гадаринская Что там у нас? Матфея Кремля 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 Гадаринские свиньи А что он толкование Точнее? Да Топовит на эту тему Топовит на эту тему Когда гад's Кремля Стихи Так Послание к Кремлянам Десятая глава с первого по десятые стихи Ну а, бывай сюда по па-наскому той двумый Первый стих. О желании сердца, то есть о хотении своем, о сильном желании, даже о молитве своей за иудеев, чтобы они не только освободились от наказания, но и спаслись. Как же, говорит, быть мне неприятным к вам, когда я молюсь Богу о спасении вашем? Второй и третьей стихи. Десятая глава. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Сначала, казалось бы, благоприятствуют и угождают иудеям, ибо сказав о них, имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Показывают, что они достойны большего милосердия, нежели наказания. Ревнуют они, говорит, о законе, данном им от Бога. Однако, ревнуют не по разуму, не желая познать того, что закон пристал и упразднился. Но далее, показывают страсти к спорам и любоначалия. Они старались поставить собственную праведность, то есть праведность от закона, составляемую из собственных их дел и трудов, которая, как павшая уже, не может стоять. И таким образом и своей праведности не поставили, и праведности Божией не покорились. Что-то хотите сказать? Говорите. Ну, я не знаю, что вы разговариваете. Я читаю апостола Павла. Вы говорите, что-то комментируете. Она что-то спросила, я не спрашиваю. Ну, говорит, что ты спрашиваешь. Да ничего не это, Сань, ничего не все. Ну, так помолчи тогда, раз ничего у тебя нет. Молчи, молчи. Говорит, говорит, уже все толкование почти прочитал, все говорит. Никого не говорила, я во слово сказал, и все. Ладно, не помню. Ну, увидите, какой я доброжелательный. Пожалуйста, кто хочет говорить, разговаривайте. Чего молчите-то? Кто не хочет слушать, ну, уходите тогда, да и все. Ну, она уже бабушки. Ну, если ты ничего не хочешь слушать, так молись тогда про себя, да и все. Ну, читаем Слово Божие. Это и есть знак самохвальства и любоначалия, даже неразумия. Усиливаться, поставить то, что не может стоять, и в этом проводить все время. Праведностью Божией называется здесь та, которая от веры, которая не зависит от трудов наших. Но всецело есть дарование Божие. Четвертый стих. Пайк. Потому что конец закона Христос. К праведности всякого верующего. Толкование. Так как поистине назвал праведностью ту праведность, которая от закона, то чтобы с одной стороны уверовавшие из евреев не сказали, значит мы сделались преступниками, когда оставили эту праведность. С другой, не уверовавшие не могли сказать, что хотя теперь не выполнили они праведности по закону, однако могут совершенно выполнить ее после. Апостол, устраняя ту и другую мысль, говорит, конец закона Христос. Чего желал закон и не совершил, то совершил Христос. То есть оправдание человека. Поэтому не говори уверовавшие из евреев, что ты сделался преступником закона. Напротив, ты познал волю закона, совершившуюся по средствам веры во Христа. С другой стороны, и ты, не уверовавший еще иудеи, не надейся сам совершить праведность по закону, совершитель ее Христос. Итак, если хочешь получить праведность, прими Христа верой и будешь иметь все. Пятый стих. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. Толкование. Подтверждается сказанное. Чего не совершил закон, то совершил Христос. И говорит, Моисей рассуждает об оправдании человека посредством дел. Но как не было ни одного человека, который исполнил бы дела, то оправдание по закону невозможно. 6-9 стих. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых развести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедую. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Толкование. Познав, что дела закона не могут оправдать человека, научись, как без труда и легко оправдываемся мы во Христе. Для этого требуется вера от сердца и исповедание от уст. Но нужно пространнее объяснить сказанное, кто взойдет на небо или кто сойдет в бездну. Эти слова. Апостол заимствовал их у Моисея из Второзакония 31 главы 11-14 стихи. Но в том смысле, какой уразумел по своей высокой мудрости, Моисей в буквальном смысле говорит так. Заповедь Божия лежит иудей перед очами твоими. Так что тебе нет нужды ни всходить на небо, чтобы найти ее, ни сходить в бездну, ни переходить через море, чтобы там взять ее. Она близ тебя в устах твоих и в уме твоем. Бог все показал тебе посредством закона. Так кажется, говорит Моисей буквально, но апостол отнес это ко Христу. Не сомневайся, говорит он, и не спрашивай в уме своем, как Христос сошел с небес и воплотился, или как уверовавший и умерший восстал из бездны, то есть из преисподних мест. Но веруй, что он сошел и воплотился, и что, быв погребен, восстал через воскресенье, ибо Бог воздвиг его. Поэтому и смотря на достоинство воздвигшего, с большой буквы, удобно можно веровать. Что же легче этого, когда ты имеешь спасение в устах твоих? А чтобы кто по причине самой удобности не почел дело веры достойным презрением, показывает, что помышления неверия противны самой вере, и что их должно отражать с твердостью. Не говори, внушает того или другого в сердце твоем. То есть никаких сомнений не допускай в мыслях своих. Десятый стих. Потому что сердцем веруем к праведности, а устами исповедуем ко спасению. Толкование. Сердце имеет нужду в устах. Ибо что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми. Хотя вера оправдывает в уме, но совершенное спасение зависит от исповедания. Ибо тогда вера сияет и многих пользует. Но и уста имеют нужду в сердце. Многие исповедуют Христа лицемерно, а сердце их далеко отстоит от Него. И на концовке у нас комментарий к этим словам Игнатия Тихоновича. Что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми. Это место писания и толкования разве по-другому звучит на церковно-славянском языке. Или другой смысл на другом языке. Почему же эти слова не притворили в жизнь на Руси за тысячу лет? Андрей Боголюбский велел водить иностранцев по храмам. Да видят поганые, как веруют православные. Цитата эта. И это не частное мнение воина Андрея. Слово Божие на Руси не проповедовалось никогда, как должно. И что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми. Тысячелетия православных учили молчать в храмах и в монастырях. Зорко следить за тем, чтобы никто не проповедовал Евангелие. Было время, когда в храмах запрещали проповедовать даже пресвитерам, священникам. Какой дух додумался до этого? Что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми? Вера, основанная не на священном писании, может подвигнуть на величественные подвиги и даже на жертвенность. Но что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми? Тысяча двести семьдесят пять монастырей было на Руси, в которых учили молчать перед революцией. Пятьдесят семь тысяч храмов было на Руси перед революцией, в которых учили молчать. И, наконец, пришли острашлемные витязи, в кавычках, со страшными звездами. И уже, не основываясь на Библии, довели до совершенства этот призыв к молчанию. Кто будет что-либо говорить о Христе – гулаг и смерть. Безбожная сатанинская власть стала открывать храмы в 1943 году и отпускать из заключения священников и архиереев под непременное условие полного подчинения безбожной власти и полного молчания. И вот теперь стали прорастать новые герои веры, которые в открытую возвестили миру забытый лозунг «Что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми?» И сегодня Дух Божий вновь тревожит души людей этим предупреждением «Что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми?» Аминь. Спасибо. Добавление к только что сказанному. Сегодняшнее евангельское чтение о ком? О воздержимых. Они что сказали? Прежде времени пришел нас мучить. Они знают, что мучение им однозначно принадлежит. А если мы только в душе будем веровать и будем молчать, то что будет? Погибнем сами и других погубим. И отвечать за это будем. Вера в душе, она хуже бесовской, потому что бесы веруют и трепещут. А если мы в душе только веруем и молчим, то она хуже бесовской, наша вера. Потому что они трепещут, они знают. Он раньше времени пришел их мучить. Они знают, что вечные мучения им принадлежат. А у нас нет страха, если мы молчим. Если боимся сказать. О болящих всегда помните. Брата Сергия из Воронежа, его маму Татьяну. Несите на крыльях молитвы. Это чудо из чудес. В 15 лет лежит человек без движения. И до сих пор жив и мучается. Каждый день, каждую секунду, каждую минуту. Представьте себя. Наши болячки по сравнению с его болячками. Да ничто. Также нашу сестру Анастасию, несите на крыльях молитвы, уходит. Потому что есть не может, пить не может. Тает на глазах. Хотя желтуха проходит. Сделали ей холангиостому, наложили. Желчь отходит наружу, но состояние, она еще в разуме. Она способна себя обслуживать, насколько может, старается. Сегодня батюшка разрешил пойти в храме, в больнице исповедоваться и почаститься. Не знаю, сумеет ли она это организовать. Потому что сама она туда не дойдет. Ну а кто ее там повезет на каталке, не знаю, сумеет ли она это сделать. Помоги Господи. В понедельник, завтра ее выписывают домой. Это удивительно, что Господь еще расположил сердца врачей, начальствующих, что ее еще вот эти три недели держали в больнице. Помогли им. Как-то это обезболивание адекватное, она хоть и ночью отдыхает. Но есть не может, пить не может, потому что сразу рвота, рвота с кровью. Так что ситуация очень сложная. Тает на глазах буквально. Вот, что там будет дома. Помогайте духовно, молитвой. Помните о ней постоянно. И кто сможет, может навещать ее дома. Дома теперь, конечно, Енафа, она закончила, сдала сессию. Теперь может помогать матери. Ваня там, пока у него, он сдал документы. И до августа пока неизвестно зачисление. Только в августе будет зачисление известно. Зачисление или нет. О дежурстве. Братья, кому говорить-то осталось нас мало здесь. Значит, во-первых, несмотря на то, что вроде как установлено наблюдение, но оно не совсем исправно, во-первых. Во-вторых, было сказано, что мы должны здесь физически присутствовать. И это понятно, что это лучший вариант. Я, исходя из того, что кто-то уехал, кто-то болен одной или другой болезнью, не могут здесь присутствовать физически. Составил для тех братьев, которые мобильны, которые могут здесь присутствовать. Смотрите, здесь на двери этот график. Я пошлю по интернету, еще каждому и по телефону сообщу. Мне уже нет времени просто даже, и не только что устал я от этого, уговаривать, просить, каждый раз перезванивать. Вот, смотрите, график. На совести каждого будет сохранность или несохранность нашего имущества, нашего места, где мы приносим жертву Богу. Митая, о чем я сейчас скажу? Да. Братья и сестры, простите меня Христа ради. Я дала как бы согласие, чтобы Настю ко мне привезли. Но я не рассчитала свои силы. Простите меня. Да это понятно. Ну, без слов понятно, Александр Михайлович, что там говорить. Это сложно, это не всегда возможно, тем более в вашем возрасте, и при ваших недугах самой. Розелье. Да. Да, Александра Михайловна, вы успокойтесь. Во-первых, последние дни она должна быть дома. Должны быть родственники рядом, должна быть родная кровь. Они должны это видеть. Поэтому зачем убирать с глаз то, чего они никогда больше не увидят. Мать должна последнее время быть с родственниками. Нет, допустим, каких-то близких всегда приглашает какое-то все равно такое знакомство, которое ей приятно будет. Поэтому дети, окружение, оно должно быть рядом последнюю неделю, или последний месяц, там сколько бог. Тем более она не из туалета, не будет, как случилось. Да, все нормально. Вот у меня просьба, помолитесь за меня. Знаете, мне соседка уже, не знаю, пятый раз топит. А вчера пришла вот эта сливная труба, все, мне там затопило. В квартиру опять пошел этот дождик, вызвало жевание. Плечами пожимает, не знаю, сейчас что делать. Чтоб мне дал хоть бы это. Она пьяница или что? Да не пьяница, она врач, педиатр. Ну такая какая-то, я не знаю. Напишите ей, чтобы она краны закрывала или что? Я два раза уже в суд на нее подавала, понимаете? Она материцы, все, бесполезно. Не знаю, что делать. Чтоб мне Господь дал терпение. Помоги Господи, дай терпение. Господи, помоги. Брат Лев Польгуев болеет. Мама попросила позвонить ему, я поговорил. У него там работа такая, что он часто находится под машиной, напряжение там шейного отдела позвоночника. Не может там и голова болеть, и шея болит. Так что вот такая ситуация у него там. Помогите, чтоб Господь ему помог. Сын Илья, аллергик. Аллергик собираются, они поехать там куда-то близко от Костромы к аллергологу какому-то светили. Не могут подобрать, чем кормить ребенка на всю аллергия. Пошло. Надо возвращаться. Вот. Ну еще что, какие у нас болящие, да. Я спросить хотела, Виктор Андреевич, а Насте нужна сиделка? Вот нуждается она вот в этом или нет? Если в случае дети не будут справляться. Ну это мы выясним по ходу дела, что называется, это первое. Второе. Мы завтра поставим периферический катетер перед выпиской. Перед выпиской вот вчера ей выпустили из живота 4,5 литра жидкости. Ей полегче стало дышать и жить. Вот. И по ходу, если там будет, значит, надо будет привезти, опять откачать, если так, если она доживет до этого состояния. Но по тому, чтобы вводить ей вот какие-то препараты, чтобы снять эту интоксикацию внутреннюю, будет поставлен катетер. Кто-то из наших, или она говорит, что договорится там с медсестрой или с фельдшером, да, которые будут ходить к ней на дом и будут ставить. Уже договорилась по этому. Хорошо. Так разрешу. Ну, молитесь, чтобы я дал ей терпение. Что? Жидкость откуда берется так столько? Ну, вот столько мы состоим на 80% из водички. Как огурец. Вода, вода это основа, это первое. И поэтому в лечении всегда начинать надо с воды, которая должна быть структурированной, которая должна быть чистой. Вода это основа. Лева-то пьет воду прежде всего. Ну, надо сказать ему. Подскажите. Что? Ну, да. Еще у кого есть? Братья, ну, надо как-то вот... Батюшка пришел, Михаил Петрович захворал очередной раз. Батюшка пришел, нет ни во фляге воды, ни в умывальнике нет воды. Просил убрать ветки, которые здесь лежат у нас около храма, сломленные, говорит, не убранные, ничего. Ну, брат тут был, когда дежурел, так, в кучке их собрал, но надо полностью убрать все это. Там крышу раскрыло на сарае, надо положить два листа шифера. Надо это сделать. Помолитесь, чтобы Господь укрепил нашего брата Михаила. Чтобы ему помогать, надо, он что же одни все это сделает. Помощь нужна. Ну, сделаем, сделаем. Тебе ключи-то отдать? Да, батюшка сказал, что отдать. Конечно, отдать. Батюшка сказал, что нужно отдать. Да. Братья, сестры, я вас прошу помолиться за Ливичку. За Ливию. У нее на этой неделе во вторник и в четверг два вступительных экзамена в колледж. А что за колледж? Музыкальный. Тайский государственный музыкальный колледж. Но, тем не менее, не конкурс по аттестатам, а вступительные два экзамена. Это нужно сыграть два произведения и по теории второй экзамен. Ну, мы как бы надеемся, что все будет благополучно, но все же прошу, поскольку я даже не знала, а узнала, что там всего 10 бюджетных мест. Бюджетных 10 мест на отделение фортепиано. Пожалуйста, во вторник и в четверг в 9 утра начинаются эти состязания. Тем она потом будет? Да дай Бог поступит, чтобы пускай поступит, потом будет. Подаватель, артист. Нормально будет. Ну да, пускай играет для людей. Еще у кого есть просьба? Не, уже будет сейчас есть. Ну, еще Марина ногу подвернула. Господи, помогай, Господи. Ну, не везет ей на это все. На огороде поработала, что-то, видать, устала. Шла, я там через порог подскользнулась и в собственном гараже заползла. В общем, короче говоря, ни на чем. Говорит, теперь я понимаю, как наши сестры ноги ломают. Надо все время напряженное внимание иметь, конечно, когда идешь. Даже когда ты уполнен силой и энергии. Вот так вот, немножко, чуть-чуть только внимание ослабло и все. И сейчас еле худеешь. Ну, не знаю, худеешь. Ну, это что касается телесного, духовного, тем более. Трезвиться нужно каждый раз, каждую секунду, каждую минуту. Потому что он не дремлет 24 часа в сутки. Здесь ведут вообще. Еще у кого есть что? С девочкой. У кого есть силы, оставайтесь на дремлете. Причастники, тем более оставайтесь. Песнопение, трапеза и занятия. И занятия. Моримся. Достойно есть я кого истину, Блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения с Серафим, Без истинения Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, От нутренних распри, От беззакония, которое в Таане, Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественная любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покажутся в небрежении Своем И проповедуют смело и инославному об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией, За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Изреченное из Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, Что сокрыли имя Твое, Бога и Его. Дух Святой дано ставит нас Не признавать никаких иных богов, Вопия, Алва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести и поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.